Я, так сказать, сделаю маленькое теоретическое введение. Сегодня мы будем учиться брать кратные интегралы в больших размерностях. Поэтому стоит вообще сказать, что такое кратный интеграл в последний раз в этой жизни. Вот, значит, кратным интегралом по некоторой области омега, вложенной в РН от функции многих переменных x1, xn, dx1, dxn, называется предел интегральных сумм, сумм, лежащих в этом множестве. Нарезаем множество. Можно трехмерное, пожалуйста, нарисовать, у которого поперечные размеры дельта x1, дельта x2, дельта x3 и так далее. Предел, значит, f берете по всем точкам внутри множества в каждом кубике, f от x1, xn, дельта x1, дельта xn, и все дельты x-ы ты устремляете к нулю. Ну, а тут сумма по всем точкам внутри омеги. Это вот такое вот определение кратного интеграла. Нарезаете множество, смотрите значение функции в любой точке внутри своего маленького кубика, вычисляете предел. Это вот такое вот определение. Ну и, собственно, мы с вами ранее познакомились, что кратные интегралы на самом деле можно сводить к повторным. Что это означает? Если у вас есть простая область, ну, достаточно такая простая, что можно записать зависимость пределов по одной координате x1, например, минимальная, dx1, максимальная, в зависимости от координаты другой, y, то кратный интеграл записывается простым образом, а именно интеграл по омеге f от x1, xn, dx1, dxn равняется. Значит, сначала вы берете интеграл, так, давайте я запишу, внешний интеграл. x пробегает любое значение внутри множества от своего минимального до своего максимального. Следующий вложенный интеграл. Его пределы интегрирования уже зависят от x1. x2 минимальный. А? А? А, ну, как я говорил раньше, если область более плохая, то вы просто разбейте ее на две, которых так можно сделать. Значит, от x2 минимального, который зависит от x1, dx2 максимального, который зависит от x1 и так далее. Итак, интеграл dxn от xn минимального, который зависит, очевидно, от всех предыдущих координат. dxn максимального, также зависящего от предыдущих координат. Ну, и f от x1, xn. И порядок вот этих вот x1, x2 можно брать любой, какой вам удобно. Но это формула сведения только кратного интеграла к повторному. Но не всегда все вот эти интегралы удобно считать в обычных евклидовых координатах. Игорь вам показал, что, например, для обычной площади круга надо записать интеграл dx, dy по кружочку. Если я возьму фиксированный x, то его координата y лежит в пределах от 1 минус x квадрат на единичной окружности. 1 минус x квадрат с минусом, поэтому это интеграл dx от минус 1 до 1, интеграл от минус корень из 1 минус x квадрат до корень из 1 минус x квадрат, dy. Я не буду сейчас вычислять вот этот интеграл, это обыкновенный интеграл с тридинометрической заменой. Получается π. Во всяком случае, делать вот эти замены переменных в таких координатах неприятно. Однако, есть более удобный аппарат. Представьте себе, что у вас есть несколько переменных x1, xn. Давайте заменим переменные. Что это значит? Соответственно, все функции x1, xn станут функциями каких-то других n переменных. было n, стало n. x1 от t1, tn, xn от t1, tn. И есть неестественное желание написать следующее. Кратный интеграл f от x1, xn, dx1, dxn. В новых переменных область ω, которая была изначально ω, преобразуется и становится какой-то косой, другой. Была ω. А, это в переменных x, а это в переменных t. Это будет область g. Ее также можно нарезать на куски. Все, посмотреть там. Значит, это должно быть что-то. Типа f от x1, в который подставили t, xn, в который подставили t, dt1, dtn. Но вот есть одна незадача. Здесь стоит еще один коэффициент. Все вот это еще умножается на некоторое число. g, которое зависит от t1, tn, смысл которого примерно выражается следующим. Процедурой называется икобиан. Начну издалека. Значит, давайте сначала определим немножечко более простые вещи. Значит, представьте себе просто функцию многих переменных. f от x1, xn. Такая функция называется дифференцируемой, если около некоторой точки она при приращении аргумента меняется линейно. f от x1 плюс дельта x1, xn плюс дельта xn минус f от x1, xn равняется a1 дельта x1 плюс an дельта xn, ну и плюс u маленькая от всех дельта x. Это определение дифференцируемой функции. Значит, профит отсюда сразу. Если вы возьмете все дельта x и 3 равные 0, кроме одного дельта xk, тогда последует сразу. Аk равен f от x1, xk плюс дельта xk, xn минус f от x1, xk, xn делить на дельта xk. А этот объект вы уже наверняка где-нибудь слышали, называется частная производная. df под xk. Акатый под f под xk. Поэтому вот эту вот функцию f от x, вот эти многие переменные я буду заменять на вектора часто. f от x плюс дельта x минус f от x. Это сумма. А и тых дельта x и тых. Вы узнаете здесь все обычные скалярные произведения. Скалярные произведения — это просто произведение координатов столбцов. Поэтому удобно это написать вот так. df под x1, df под xn, строчка, дельта x1, дельта xn, столбец. Иногда пишут вот такое обозначение. df под x, вектор, и здесь дельта x. А вот эта штука называется градиент. Значит, это просто определение. Все вы его знаете. Значит, скажу вещь, которую вы очень скоро узнаете. Значит, если функция дифференцируема, то есть раскладывается линейно своим приращением около точки дифференцирования, то частные производные, очевидно, существуют. Правда же? Коэффициенты есть. Значит, вот частные производные тупо равны этим коэффициентам. Обратные неверны. Если есть частные производные, совершенно не обязательно, что будет вот так. Но это будет верно, если еще потребуют, чтобы они были непрерывные. Непрерывные. Вот у нас никогда не будут разрывные, поэтому у нас всегда существование частных производных более-менее означает, что функция дифференцирована в точке. Разобрались. Пока вопросы есть? Вроде... А? Частные производные непрерывны по всем своим аргументам. Частные производные, как и сама функция, зависят от x1 и xn. И вот в этом rn они должны быть непрерывны. Что у нас ломается? Хороший вопрос. Значит, что ломается, когда они не будут непрерывны? Условно говоря, ломается теорема о среднем Лагранже. Ответ такой, если кратко. Неважно. Потребовали непрерывность, функция будет дифференцирована. Теперь, чтобы заиметь конструкцию что-то наподобие Эды, давайте рассмотрим пак вот таких функций, m штук, f1 от x1, xn, fm от x1, xn. Если я теперь рассмотрю приращение этих функций, ну давайте я буду называть вот это дельта f, зная, что здесь стоит дельта x. Тогда дельта f1, это df1 по dx1, строчка, dxn на столбец. Дельта x1, дельта xn. То же самое со всеми остальными функциями. dfm по dx1, dfm по dxn. Столбец умножается на строчку. А теперь удобно записать и вот это приращение в виде столбца. Дельта f1, дельта fm равняется. И вот такая большая матрица, размера m на n. df1 по dx1, df1 по dxn, dfm по dx1, dfm по dxn. Столбец превращений. dx1, дельта xn. И вот такая вот матричка называется матрицей якобы. Матрица перехода от переменной x к переменной f. Я вот это так буду обозначать. В литературе вы вряд ли такое встретите. Просто вот локальное обозначение на вот этой лекции, семинаре. Матрица якобы. А что она говорит? Что на самом деле, если функции f1, fm дифференцируемы, то локально эти функции выражаются линейно через координаты столбцов, а то есть матрица g просто играет роль матрицы линейного отображения вот этих векторов смещения дельта x1, дельта xn. Условно говоря, если у вас был такой вот прямоугольничек vrn, ну, я рисую vr3, то под действием этого самого g матрицы якобы он станет косоугольным. Вот смысл всей этой штуки. Тогда. Я говорю, у меня есть m функций просто. Пусть я задал некоторые m функции переменных x1, xn. Можно. Значит, теперь такой вопрос. Значит, давайте я попытаюсь сосчитать вот свой старый интеграл в новых переменных. Для наглядности я нарисую кружок. Ну, и, например, возьму здесь полярные координаты. А здесь докаптаны. Тогда на самом деле я понимаю. Ну, что я должен сделать? Я опять же должен взять функцию, взять вот эти прямоугольнички и просуммировать по всем вот этим прямоугольникам. Но какова цена всего вот этого? Вот если я взял координаты r и φ, вот площадь этого прямоугольничка, это dr на d φ или как? Ну, на самом деле нет. Здесь появляется некоторое растяжение. Так вот, собственно говоря, вот эта матрица Якоби отвечает за то, что вот этот исходно наших декартовых координатах, который был единичный прямоугольник delta x1, delta xn, повернулся, сжался, ну и, возможно, наклонился. Поэтому... А? Да, это мой косяк, прошу прощения. Значит, еще покрупнее просили писать. r, d, φ, d, r. Можно ли мы обратно, что у параллельных декарствий нет? Потому что линейные отображения параллельные отрезки переводят линейные. Вот вы афинные преобразования учили, вот там вам такое рассказано. Соответственно, возникает такой вопрос. Если был прямоугольничек размера delta x1, delta xn, и он был порожден с помощью матрицы G каким-то смещениями dt1, dtn, вопрос, каково соотношение объемов полученных? Вот здесь это просто произведение, dx1, dxn. А здесь есть разные смещения. Вот dt1, dt2, dt3. Объем здесь, очевидно, не равен просто произведению. Вот каково соотношение объемов вот такого прямоугольничка и вот такого? Ответ универсальный следующий. Это модуль Якобиана. Значит, если переменных и t, и x было n, x1, xn, то есть вот этих вот функций было столько же, сколько координат, и здесь t1, tn, составляете матрицу Якоби от переменной t к переменной x. Отношение объемов dx1, dxn равняется просто модуль Якобиана, я сейчас скажу, что это, dt1, dtn. Очевидно, объем пропорционален этим длинным, но какой коэффициент стоит при нем, непонятно. Якобиана — это модуль детерминанта вот этой матрицы G, d от t к x. Значит, доказательства этого факта я оставлю на конец лекции, если кто-то захочет, а сейчас мы будем просто им пользоваться. И поэтому, когда вычислять интегралы в новых переменных, если вы заменяете x1, xn на новые переменные t, не забывайте вставлять модуль Якобиана, то есть то, как наше дифференцируемое отображение гнет прямоугольнички в разных точках, то есть вот здесь была точка, если вы от нее чуть-чуть отходите, то там не просто delta x1, delta x2, а уже какой-то перевернутый прямоугольник, dφrdr, если говорить о полярных координатах. И вычисляется, и матрица Якоби вычисляется в соответствии вот с этим рецептом g от t к x это dx1, dt1, dx1 по dtn, dxn по dt1, dxn по dtn. Рецепт готов. Значит, чтобы вычислить интеграл в новых переменных, первое, задать параметризацию нужно, задать вот эту параметризацию x от t, x от t, два, посчитать Якобиан, три, найти детерминант и вставить формулу, учитывая новые пределы интегрирования. Ну вот сейчас мы и будем всем этим заниматься. Пока вопросы есть, Я пока стираю, вы придумайте. С этой газки просто сотру. Так. И высоты. Так, ну и поскольку Игорь вам прочитал довольно хорошую лекцию, я так чувствую, то мы начнем сразу с задач. Значит, задачка номер один такая. Задача один. Представьте себе однородный шар, а вот здесь находится некоторая точечка. У шарика масса M большое и радиус R большой. На расстоянии от центра находится, на расстоянии R от центра находится точка массы M. Найти гравитационную энергию взаимодействия шарика с точкой. Что надо сделать? Кусочек энергии дельта Е определяется чем? Возьмем маленький элемент объема в шарике, массы dm, и радиус-вектор этого элемента объема я обозначу за R. Давайте за R. За R. Радиус-вектор массы M обозначу за R большая. Тогда энергия гравитационного взаимодействия. Это гравитационные, постоянные. Произведение масс. M на dm. Делить на расстояние. Как у нас определяется расстояние, если здесь вектор R, а здесь вектор R? Ну, это разница векторов. Ну, и расстояние — это модуль разности векторов. Модуль ρ минус R. Теперь, чтобы найти полную энергию, надо просуммировать по всему шарику. Значит, полная E есть сумма gm дельта mитых на ρитых минус R по всем i. Да, неважно. Хотите, минус напишите. И при этом dm, что это такое? Если шарик у нас однородный, то dm — это просто его плотность. Я, чтобы не путаться, буду обозначать плотность не ρ, а d. От слова density. d умножить на dv. Элементарный объем. Ну, и в пределе это все превращается просто в интеграл. gm плотность d делить на ρ, ну, которая зависит, конечно, от координат. x1, xn, о, x3, минус R. Ну, а элемент объема — это просто dx1, dx2, dx3. dx1, dx2, dx3. Почему ведется интегрирование? По шару. Значит, я могу поспорить, никто из вас не захочет это брать в декартовых координатах. А еще и вряд ли сможет. Но вот удобно перейти в данном случае к сферическим координатам. Почему? У нас в данном случае наблюдается аксиальная симметрия. Система не зависит от того, если мы шарик повернем относительно оси вдоль этого вектора R. Давайте поворот вокруг вот этой оси обозначим за угол φ. Значит, и введем сферический координат следующим образом. Ось z у нас будет направлена по R. x, y в плоскости вот этого круга. Ну, начало координат в центре шара. Тогда запишем. x равен, значит, расстояние ρ умножить на длину проекции на ось x. Сначала у нас есть отклонение на угол θ от оси z. Вообще говоря, люди любят еще иногда измерять отклонение по углу θ от экватора, но в физике больше принято относительно оси. Вот, значит, ρ, значит, длина проекции в плоскости x, y — это ρ на sin θ. Ну, а в самой плоскости еще надо спроецировать на cos φ. y, соответственно, та же самая проекция, только sin φ. sin φ. z — это ρ косинус θ. Так скажем, сферические координаты. Следуем алгоритму. Записываем якобианту. g от переменных ρ θ φ к x, y, z равно. Значит, матрица. dx под ρ sin θ cos φ. d, y под ρ sin θ sin φ. cos θ. Второй столбец. Дифференцируем по θ. ρ cos θ cos φ. ρ cos θ sin φ. минус ρ sin θ. Третий столбец. Дифференцируем по φ. ρ sin θ с минусом sin φ. ρ sin θ cos φ. и ноль. Считаем детерминант. Детерминант матрицы G. Правильно. Значит, у детерминанта есть хорошие свойства, он линейен по своим столбцам, поэтому множители можно выносить. У второго столбца я могу вынести множитель ρ, и у третьего тоже. ρ квадрат. Значит, у последнего столбца есть еще множитель sin θ. Здесь нолик, нолик. Из нолика все можно выносить. sin θ. Остается матрица. Ну, вот такая. sin θ cos φ. Значит, sin θ sin φ. cos θ, значит, cos θ cos φ. cos θ, cos θ sin φ. Сегодня будет много вот таких вычислений, поэтому наберитесь терпения. sin θ. Это, значит, sin φ cos φ. cos φ, 0. Ну и надо детерминант взять. А? Минус sin φ. Да, да, да. Все правильно. Правильно говорить. Значит, ρ квадрат sin θ. Раскрываем детерминант. Разложение по первому. sin θ cos φ. Этот нолик. Минус. Получаем sin на sin, cos на cos. sin квадрат θ cos φ. Раз. Второй. Значит, минус cos θ cos φ. Вот этот ноль. Еще один минус. cos на cos. cos на cos. Плюс cos квадрат θ cos φ. Третий. Значит, минус sin φ. sin φ, sin φ. Это sin квадрат θ. sin θ на sin θ и cos θ на cos θ. Это основное тригонометрическое тождество. Ну, давайте запишем. Значит, плюс sin квадрат θ. sin квадрат θ. плюс cos квадрат θ. Раз, два. Единица. Значит, вот это тоже единица. Это превращается в cos квадрат φ. sin квадрат φ плюс cos квадрат φ равно один. Итого, екобиан сферических координат, ρ квадрат sin θ. Игорь вам вроде это выводил через метрику. Вот вам, пожалуйста, через екобиан. Модуль в знак интеграла ставить совершенно необязательно. По одной простой причине. Напишем, в каких живут наши переменные. Ну, а я... Все нормально? Ага. Вот. Просто из координаты z вычтется значение r для расстояния. Правильно? Поэтому в знаменателе стоит корень. Из квадратов координат. Координата x не поменялась. Значит, ρ квадрат sin квадрат θ косинус квадрат φ плюс y в квадрате. y тоже не поменялся. ρ квадрат sin квадрат θ sin квадрат φ плюс... У меня, к сожалению, не поместилось, извините. Значит, ρ косинус θ минус r в квадрате. Все вот это под корешком. Значит, если бы r был равен нулю, то я бы здесь написал просто ρ. Правильно? Это расстояние от центра координат до самой точки. Если бы r был равен нулю. Вот. Но поскольку здесь стоит r, он породит еще два члена. минус 2r на ρ косинус θ плюс r в квадрате под этим корешком. Запишем. gmd интеграл от нуля до r большого dρ, интеграл от нуля до π, dθ. Ну и видно сразу... А, нет, не видно. Давайте напишу. dφ ρ квадрат sin θ делить на корень. Если бы r не было, то было бы просто ρ квадрат. Дальше квадрат r. Ну и перекрестный член. Минус 2r косинус θ. Вот это выражение от φ не зависит. Наша аксиальная симметрия удовлетворена. Поэтому интеграл под φ сразу тривиально 2π. Продолжаем. Равенство. 2π gm на плотность. Теперь интеграл от нуля до r. Вот это вот ρ квадрат я сюда сразу отправлю, потому что с точки зрения интеграла dθ это просто константа. ρ квадрат до ρ. Интеграл от нуля до π sin θ дθ делить на корень из ρ квадрат плюс r квадрат минус 2r ρ косинус θ. Отправлю свой синус под дифференциал. Вот это очень хорошая штука, что на самом деле все вот это можно всегда записывать как минус d от косинуса θ. cos θ лежит в пределах, раз θ лежит от нуля до π, от минус единицы до плюс единицы. Поэтому продолжаем цепочку. 2π gm плотность, интеграл от нуля до r, ρ квадрат до ρ, интеграл от минус единицы до единицы. Опять же, вот этот вот минус дифференциали выставит мне правильные пределы интегрирования, а интеграл от положительной функции. Поэтому здесь стоит dt на корень из ρ квадрат плюс r в квадрате минус 2 ρr на t. Ну, вот здесь вы узнаете интегрируемого товарища, это просто корень из at плюс b в знаменателе. Ну, кто его порождает? Значит, давайте я сразу напишу, что это за дифференциал. Вот это то же самое, что, значит, это должно быть d от корешка, чтобы корень отправить в знаменателе, он должен быть в числителе до операции производной. Значит, это d от ρ квадрат плюс r в квадрате минус 2 ρr на t. Теперь, значит, от корня мне прилетит еще множитель 1 вторая. Это степень умножить на вот здесь численный коэффициент минус 2 ρr. Ну и поскольку я наоборот интегрирую, мне надо взять это в минус 1. Пока понятно? Вот здесь, смотрите, косинус θ при θ равном 0, это единица. Да, единица была бы снизу, а минус единица сверху. Я поменял пределы интегрирования, получил от минус 1 до 1. Минус выставляет правильные пределы интегрирования. Значит, давайте я вот это сотру. Так, сейчас. Так, так, так. Пока вам понятен сам алгоритм. Так, а куда я мелодил? Ух ты. Так, хорошо. Значит, продолжаем. Значит, наш интеграл. 2π, gm, плотность интеграла от 0 до r, ρ², д, ρ. Значит, теперь вот это вот в минус 1 двойке сокращается. Это минус 1 на ρr. И здесь стоит выражение корень из ρ² плюс r² минус 2r ρt в пределах от t минус 1,1. Но на самом деле, пристальным взглядом вы видите, что здесь стоит просто в случае минус 1,1, просто полные квадраты. И получается, значит, да, поскольку точка m лежит вне нашего шара, то r всегда больше ρ. Правильно? Поэтому. Минус 1 на ρr. Значит, тогда здесь стоит r минус ρ, это в единице, минус r плюс ρ. r сократится. r минус 2ρ, вот этот минус уйдет с вот этим. ρ уходит. Получаем 4πgm на d. 4 — это вот эта вот двойка, я умножил на вот эту двойку. Интеграл. Значит, еще вот это r надо не забыть. Я его сюда, как говорит Игорь Валентинович Колоколов, на улицу вынесу. Вот, ρ² d ρ. Интеграл от 0 до r. Ну, а его мы все умеем считать. Ладно. Это r в кубе на 3. Собираем эту конструкцию вместе. Значит, я соберу ее так. 4π r в кубе на 3 умножить на плотность, умножить на гравитационную постоянную, делить на r. Ну, я думаю, вы здесь узнаете объем шара. Вот. Объем шара умноженный на плотность — это просто масса этого шара. Так. Ну, и я, конечно, по лучших традициях забыл, что здесь было m маленькое всегда, да? Масса частицы вне шара, а не m большую. Так. Так, m и вот здесь m. Получили g, m, m, делить на r. Отличная формула взаимодействия точечных зарядов. Шар дает такое же поле, как точечный заряд. Решили. Так. Значит, сейчас. Можно вопрос? А, ну так смотрите. Вот здесь было r минус ρ, минус r плюс ρ. Это минус 2 ρ. Правильно? Вот эту двойку я отправил сюда. Все. Так, следующая задача. А? Что-что? А, ну это я молодец, да. Сейчас. Подождите, она уже была. Было. Вот ρ в квадрате, ρ в квадрате, ρ в квадрате. А само ρ в квадрате появляется, да, из формулы Якобиана. Как я сказал, в интеграл, чтобы его взять, нужно добавить модуль Якобиана. Якобиан ρ в квадрате синус тета. Вот я его ставил. ρ в квадрате синус тета, ρ в квадрате синус тета и так далее. Так, давайте. Задача 2. Значит, будем считать момент инерции бублика. Так, значит, как у нас там бублик чертится? Значит, чертится овальчик, чертится так, чертится вот так, да? Значит, чем у нас параметризуется бублик? Он в сечении выглядит как две окружности, правильно? Если выбрать координаты перпендикулярные, значит, плоскости бублика z, то расстояние до центров окружности мы обозначим за r большое. Радиусы самих окружностей мы обозначим за r. И, значит, если мы посмотрим на эту ситуацию сверху, то как удобно параметризовать любую точку внутри этого самого бублика? Вот здесь, в этом сечении. Ну, нужно первое, если смотреть сверху, задать сечение углом φ вот здесь, а внутри самого сечения взять полярные координаты обычные. То есть ввести вот здесь уголочек θ, ну и взять расстояние до элемента в точке ρ. Запишем, как выглядят координаты. Значит, чтобы получить х, надо взять некоторую точку, спроецировать ее на вот эту плоскость, на которую мы смотрим сверху, а потом саму точку спроецировать на координату х. Значит, проекция на саму плоскость. Это r большое, расстояние до окружности, плюс ρ на косинус θ. Плюс ρ на косинус θ. Это х равен. Ну, еще надо спроецировать на саму оси х. Какой синус φ? y. То же самое, только на синус φ. Ну и с осью z все очень просто, потому что высота здесь просто ρ синус θ. Правильно? Вот так называемые тероидальные координаты. Алгоритм опять следующий. Составляем якобиан. Якобиан g. Значит, у нас будут переменные в порядке ρ, θ, ρ, θ, фи, неважно. Значит, ρ у нас от чего лежит? От нуля до r маленького до радиуса внутренней окружности в сечении. θ меняется на 2π. Ну и φ меняется тоже на 2π. Поэтому якобиан. Значит, дифференцируем по ρ. Значит, косинус θ, косинус φ. Косинус θ, синус φ. Синус θ. Значит, дифференцируем по θ. Минус ρ, синус θ, косинус φ. Минус ρ, синус θ, синус φ. Ро, косинус θ. Так, дифференцируем по φ. Значит, последний вообще 0. Значит, верхний. А, значит, минус r плюс ρ, косинус θ, синус φ. r плюс ρ, косинус θ, косинус φ. Ну и считаем так. Это матрица сама якоби. Считаем детерминат g. Значит, я здесь позволю себе халтуру. Опять, я имею право по линейности выносить коэффициенты из столбцов или строк. Вот я вижу хороший коэффициент ρ. Вот я вижу хороший коэффициент r плюс ρ, косинус θ. Так, а еще что-нибудь хорошее есть? Ну, по всей видимости, нет. И я, как самый настоящий халтурщик, могу сказать вам следующее. Вот детерминат оставшейся матрицей будет 1. Снова по основному тригонометрическому тождеству, чтобы наше время не утекало безвозвратно, я напишу просто 1. Вы можете это дома сами проверить. Я думаю, после сферических координат это не так трудно. Правда же? Пока вопрос есть? Да вроде нет. Хорошо. А это разве не только такая же матрица, знаете, как в локтических полиграторах, но еще и такая же? Наверное, такая же. Вот. Но мне сейчас перемножать, наверное, не стоит. Это времени много уж больно займет. Так, считаем момент инерции. Что такое момент инерции? Надо взять кусочек массы dm и посмотреть на его квадрат расстояния до оси. Ну, расстояние до оси у нас измеряется просто проекцией на эту плоскость. Правда же? Это rr плюс ro косинус t. Правильно? Если нам нужен квадрат, то возводим эту штуку в квадрат. dm это снова плотность. Плотность это буква d не путать с дифференциалом, но умножить на dv. поэтому i равен, значит, это интеграл по тору, по бублику, значит, по бублику, значит, r плюс ro косинус θ в квадрате умножить на плотность и умножить на дифференциалы координат dx1, dx2, dx3 равняется. Все, переходим к тороидальным координатам. Значит, последовательно вставляем интеграл от нуля до r маленького d ro, интеграл от нуля до 2π dt1, интеграл от нуля до 2π d φ. Вставляем значение под интегральные функции, умножить, ну, плотность я вынесу снова, d умножить на r плюс ro косинус θ в квадрате и умножаю на якобиан, его модуль. Но опять же, поскольку r больше, чем ρ, чтобы бублик не был самопересекающимся, то вот эта величина положительная, модуль можно не ставить. умножить на ρ, r плюс ρ косинус θ. Так, хорошо, подставляем. Да? Пока все понятно? Хорошо, продолжаем. Значит, под интегральное выражение от φ не зависит, поэтому интегрирование по φ тривиально, 2π. Значит, 2π на плотность умножить на интеграл. Значит, вот это вот ρ я отправлю к своему другу. Роды ρ от нуля до r маленького. От нуля до r маленького. Ну, вот с этим товарищем, да, придется повозиться. Раскрываем куб выражения. Интеграл от нуля до 2π до θ r в кубе плюс 3r в квадрате ρ косинус θ плюс 3r ρ квадрат косинус квадрат θ плюс ρ в кубе косинус куб θ. Ну, значит, интеграл от нуля до 2π от косинуса θ и от косинуса куб θ это просто 0. Ну, а если с косинусом θ тут все понятно, то косинус куб, об этом можно думать так. Итак, интеграл от нуля до 2π, его можно разбить на два интеграла, от нуля до π и от π до 2π. Когда интеграл будет записан от π до 2π, там можно сделать замену переменных, сместить ее на π, а при замене на π косинус меняет знак. Поэтому в некотором смысле это интеграл от нечетной функции в симметричных пределах относительно точки π. Понятно? косинус θ уходит. Косинус куб θ уходит. И косинус θ уходит. Так, давайте что-нибудь сотрем. Так, все, сферический координат долой. Заранее. Вот это тоже сотрем. Вы пока еще придумывайте мне каверзные там вопросы, на которые я плохо отвечу. Уже ли понятно? Или настолько непонятно, что вы стесняетесь? Ну, алгоритм сам понятен? Да. Ну, хорошо. Значит, что-то в этой жизни у меня получится. Так, и у вас тоже. 2πd. Так, интеграл от 0 до r. Ро дыро. Теперь, значит, проинтегрировали по 2π. Значит, у r в кубе появляется множитель 2π. А косинус квадрат, интеграл от косинус квадрат тета д тета от 0 до 2π. Ну, формулами понижения степени, единица плюс косинус 2 тета д тета д тета от 0 до 2π, вы просто получаете, что это π. Так, значит, это 3r ро квадрат на π. Вроде никого не забыл. Так, хорошо. Интегрируем. Получаем, значит, давайте π вынесем 2π квадрат d интеграл. Нет, в уме возьмем. Значит, интеграл ρ дыро в пределах от 0 до r это r квадрат пополам. Правильно. r в кубе и еще двойка. От 2π. Плюс ρ квадрат на ρ это ρ в кубе. То есть это ρ в четвертый на четвертый будет, да? r в четвертый на 4 на 3r. Так. Ну, это стремное выражение, да? Но на самом деле из него можно сделать конфетку, если рассмотреть, что такое объем тура, да? То есть мы считали момент инерции, а давайте посчитаем объем. Что такое объем? Ну, это надо взять все то же самое выражение, только без подинтегральной функции. Значит, это интеграл от 0 до r дыро, интеграл от 0 до 2π до θ, интеграл от 0 до 2π до φ. А кто у нас стоит? Только якобиан. Несчастный, одинокий якобиан без функции. Так, ну опять от φ ничего не зависит, 2π. Интеграл от косинуса даст 0, поэтому здесь просто будет на 2πr. Интеграл ρ дыро — это r квадрат пополам. Получаем πr квадрат на 2πr, и у этого очень простой смысл. Ну, условно говоря, у вас длина вот этой окружности 2πr, а в ней сечение πr квадрат. Ну вот, пожалуйста, πr квадрат умножается на 2πr. Ну, очень простой смысл объема. Вот, значит, поскольку здесь фигурирует плотность, давайте, собственно говоря, соберем здесь объем вот из этих величин. Так, значит, нам нужна 1 степень r, 2 степени r маленького. Значит, выносим r квадрат r. Ну, тут вот эти коэффициенты дурацкие. 2π квадрат плотность. Значит, r квадрат r остается просто r в квадрате плюс 3r маленькое в квадрате на 4. Да? Теперь. Ну и 2π квадрат. Вот он, объем. Вжик. Это v. v на d — это масса. Получили. m на r в квадрате плюс 3r в квадрате на 4. Ответ. Вопросы есть? По-моему, понятно. Берете нужный вам интеграл, записали в нужных координатах, где есть симметрии. Очевидно, в тероидальных координатах здесь была аксиальная симметрия, которая нам очень помогла. находите якобиан, вставляете в интеграл и считаете просто последовательность вложенных интегралов. Это ничем не отличается от одномерия, просто вычислений больше. Все очень просто. Так, задача 3. Если есть вопросы, задавайте. Так, у нас времени пока еще есть. Ранее мы с вами доказывали очень простой факт, что e в степени минус x квадрат дx это корень из π. Сегодня у вас появилась настоящая возможность доказать, что если возвести вот этот интеграл в квадрате, то получится e в степени минус x квадрат минус e в степени минус y квадрат dx dy PR2. Переходите в полярные координаты, получаете 2π интеграл e в степени минус r в квадрате r, это якобиан, dr от нуля до бесконечности и получаете вот этот ответ π. Но, собственно говоря, если я знаю, что одномерный интеграл это корень из π, то мне ничего не стоит высчитать многомерный интеграл вида e в степени минус x1 в квадрате плюс xn в квадрате dx1 dxn PRN Сейчас поймем. Сейчас поймем. Значит, вот такой интеграл считается легко. Он просто сводится к произведению повторных. Это интеграл e в степени минус x1 в квадрате dx1 e в степени минус x2 в квадрате dx2 и так далее. e в степени минус xn в квадрате dxn каждый по оси r r r пределы друг от друга не зависят, поэтому это просто некоторый наш вот этот интеграл гауссов e в степени n. То есть ответ e в степени n пополам. Но здесь есть красивейший трюк, который позволяет извлечь намного больше информации, чем вот это. Давайте перейдем в обобщенные сферические координаты, гиперсферические координаты. Ну что для этого надо сделать? Надо по аналогии со сферическими координатами взять векторочек, спроецировать его на плоскость поменьше, ну и потом дальше проецировать на следующие оси сюда, например, и так далее. Поэтому вектор x в таких координатах записывается следующим образом. Значит, угол отклонения от оси x это θ1, дальше азимутальные там всякие, это θ2 и так далее. Значит, в новых гиперсферических координатах x равен r на cos θ1. Переменных должно быть столько же, сколько размерность пространства, поэтому r1 занимает последнее, cos θ1 минус 1. cos θ1 минус 1. Дальше. y. cos поменялся на sin. Помните? cos θ1, cos θ1, cos θ2, cos θ1 минус 1. Там z. А? Давайте, да. Сегодня немножечко тормоз. у меня бывает такое. Почему в трехмерные? n координат. Нет, я просто параметризую все направляющими косинусами, условно говоря. вот, значит, значит, теперь, как в сферических координатах, значение, ну да, значит, избавляемся от этого синуса, в синус превращается, в синус второй, тета, синус, тета 2, косинус, тета 3, косинус, тета n минус 1. И на самом деле, не важно, что дальше. Вот там, xn, это ро, синус, тета n минус 1. Не суть. Важно лишь одно, что при таком переходе, екобиан, в каждом столбце, кроме первого, будет r, правильно? Столбцов всего n, кроме одного, n минус 1. Поэтому из каждого столбца по линейности детерминанта вынесется по одной степени r. g будет равен r в степени n минус 1 на некоторую функцию тета 1, тета n минус 1. Тета 1, тета n минус 1. Ставим это в интеграл. Так. Первый тета исчез, а второй занял его место. В первом столбце нет r, по нему дифференцируется. Правильно? Так, где мой мил, где мой мил, вот мой мил. Так, значит, получаем тот же интеграл и n. Это интеграл от r в степени n минус 1 dr от нуля до бесконечности. А вот здесь стоит интеграл там d тета 1, d тета n минус 1, неважно, 0, π там в некоторой степени n минус 1, f от t1, t t n минус 1. А вы догадались, кто вот это? Я начерчу картинку. Вот dr. А r — это линейный размер, правильно, на окружности. Тогда, если я сделаю замену переменных, например, в двумерии, то я получу r, dr, dφ. Если я проинтегрирую по dφ, это все перейдет r, dr на 2π, правильно? Длина окружности единичная. Я просто пользуюсь подобием. Я могу вычислить вот эту величину для r, равного 1, тогда вот это просто площадь единичной сферы. Можете для трехмерии посмотреть. интеграл синус θ, dθ, dφ. Значит, dφ от 0 до 2π, а θ от 0 до π. Получаете 2π по φ и двойку за счет синуса. 4π. Вот это площадь единичной сферы в нмерном пространстве. Ну, естественно, ее размерность n-1. Так, только я забыл, конечно же, как обычно, под интегральную функцию, правильно? e в степени минус r в квадрате. Тут еще стоит. Поэтому и n — это то же самое, что площадь единичной сферы, интеграл от 0 до бесконечности, e в степени минус r в квадрат, r в степени n-1, dR. Опа! А этого-то объекта мы тоже знаем. Это же гомофункция. Давайте r в квадрат сделаем t. Тогда r равен корень из t. Ну и получается, значит, σn. Значит, производная корня — это единица на корень и двойка. 1, 2. Интеграл от 0 до бесконечности. e в степени минус t. t в степени n минус 1 пополам. И корень знаменателя — это t минус 1, 2. dt. Получается t в степени n пополам минус 1. О, гамма-функция. Значит, 1, 2, σn, γ от n пополам. Подставляем. Значит, с другой стороны интеграл n — это π в степени n пополам. Получаем аналитический ответ для площади сферы в произвольной размерности. σn, 2 на π в степени n пополам, γ от n пополам. Невероятных усилий потребуется вам, чтобы посчитать площадь трехмерной сферы. Вам придется довольно долго это делать. А вот этот ответ настолько бесплатный и для любой размерности, что восхищение у вас, он, наверное, вызывает, начнет после третьего семестра. Пока что это такой дешевый ответ. Есть вопросы? А, ну потому что я исходно считал интеграл этот экспонент. Это я ее сначала забыл. Площадь. Площадь поверхности единичной мерной сферы. Так. Значит, у нас еще время есть. Да, да. Ну, да, да, да. То есть это мера поверхности. Да, понятно? Что это значит? Опять же, на самом деле, это вопрос. А? Да, 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 да. Все правильно. Мыслить об этом можете в терминах того, что Игорь говорил про метрический тензор. Если так удобно. Значит, следующий класс интегралов, это будет очень близко к тому, что Игорь рассказал про метрический тензор, но немножко проще. Значит, нередко интегралы стоит брать, ну вы уже видели в общей физике, постоянно вдоль кривых. Что такое кривая? Это некоторый вектор функции, который зависит от некоторого параметра t, ну пределы которого там лежат от a до b. Значит, и выделяют два класса интегралов по таким кривым. Первый — это криволинейные интегралы первого рода. Условно говоря, это интегралы массы кривых. Вы задаете кривую с ее параметром. На любой кривой есть так называемый натуральный параметр. Параметр, отсчитывающий длину от ее начала. Так вот, криволинейные интегралы первого рода вычисляют выражение вида. Вы берете точку на кривой с радиусом-вектором r и считаете в ней функцию f от r — это линейная плотность массы на этой кривой. Плотность массы. Давайте увеличим картинку. Вот вы берете точку r. Ну и, естественно, плотность массы надо умножить на элементарную длину. Она с одной стороны модуль dr, а с другой стороны равна просто ds. Правильно? Это интегралы f от r от некоторой параметризации s до s от 0 до полной длины кривой. Но в натуральной параметризации мы обычно мыслим редко. Это удобный математический трюк для доказательства теорем, но не очень удобный для вычисления интегралов. Не всегда мы знаем, как выглядит длина кривой. Длину синусоида вы не посчитаете в элементарных функциях. Поэтому лучше использовать нормальные обычные параметры, то есть то, с какой скоростью мы ходим по нашей кривой. Ходим с лупы и смотрим длину каждого элемента и умножаем на его плотность массы. Получаем интегралы от a до b, f от r от t от нашего параметра. А что такое ds? Это модуль dr. А что такое модуль dr? Это dr по dt на dt. Правильно? Вот, пожалуйста. Добавляете сюда модуль dr по dt, dt. И вот вычисляете интегралы такого вида. Это интегралы массы кривых. Значит, есть простой случай, когда кривая, например, двумерная, как у меня на доске. И ее можно задать в декартовых координатах x, y, а сама функция это y от x. Ну, тогда вектор r. Это просто x, y от x. Давайте x выберем за наш параметр кривой. Правильно? Вот здесь параметр a, вот здесь параметр второй конца b. Все. Значит, интеграл от a до b. f там от r, от x, ну или просто f от x, f от x, y. Значит, dt это dx. А кто такой dr по dt? Значит, dr по dt, значит, это dr по dx. Он же. Значит, дифференцируем. Первый это единица. А второй dy по dx. Правильно? А чему равен его модуль? Теорема Пифагора. Это корень из суммы квадрата. Корень из единицы плюс dy под x в квадрате. Вот, например, как можно вычислять массы плоских кривых. Интегралы следующего типа называются интегралами криволинейными второго рода. Нетрудно догадаться, да? Так. Нам надо бы ускоряться. На случай, если кто-то еще придет. Ну, все будет очень быстро. Так. Значит, два, значит, криволинейные интегралы второго рода. Это интегралы работы вдоль пути. Значит, элементарная работа. Вдоль некоторого контура. Вот вы берете кривую, ставите сюда dr. Ну, а сила в пространстве как-то распределена. Вот здесь. f от r. Тогда элементарная работа, которую совершает эта сила, это скалярное произведение f на dr. Правильно? Ну, а значит, интеграл — это просто f от r на dr вдоль вашей кривой гаммы. Очень часто кривые гаммы я обозначаю. Если я хочу параметризовать свою кривую, ну, движение с некоторой скоростью, то есть включить время в эту задачу, ну, очевидно, надо записать r равно r от t. И просто подставить сюда получится интеграл. Ну, а t лежит, опять же, в пределах от a до b. Интеграл от a до b. f в точке r в момент времени t. dr по dt. dt. Ну, это просто мощность силы, вы узнаете все это из общей физики. Это криволинейные интегралы второго рода. Они считают собой работу силы. Вот. И поэтому сейчас давайте посчитаем вот такую задачку. Значит, задача 4 будет у нас на криволинейные интегралы первого рода. Рассмотрим колечко, лежащее на плоскости. Радиуса r маленького. Значит, вот здесь я введу параметризацию углом, на которую нанесен заряд. Заряд нанесен следующим образом. Заряд σ от φ на этом кольце. Это некоторая константа умножить на косинус φ. Словно говоря, здесь плюсики. А здесь минусики. Вопрос найти потенциал в какой-нибудь дальней точке. На расстоянии r0 от центра кольца под углом φ0. Значит. Так, давайте я сотру лишнее. Давай, давай, ура, давай, давай. Пока есть вопросы, друзья? Вам понятна терминология? Так, 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 так. Это задача про диполь, абсолютно верно. Потому что полный заряд на кольце, очевидно, нам с вами ноль. Можете, кстати, доказать это, взяв интеграл. Так, значит, давайте. Значит, сколько нам приходит от одного элемента кольца потенциала? Надо взять элемент длины, умножить на его заряд, dq, посмотреть, какое расстояние в этой точке оно будет, давайте, вот это будет вектор r, вот это вектор r0. Тогда вот это расстояние r минус r0. Ну и тогда очевидно, какую добавку в потенциал это вносит. Значит, дельта в потенциал φ большое вносится у нас dq делить на модуль r минус r0. А чему равно dq? Надо умножить длину элемента на его погонную плотность вот этого заряда. Значит, это у нас длина, это ds, умножить на σ0 косинус φ на модуль r, который очевидно зависит от φ, минус r0. Все, составляем интеграл. Значит, полный потенциал, это интеграл от 0 до 2π по всем φ, σ0 косинус φ. Так, только я, наверное, неправильно написал ds, да? ds вдоль кривой от 0 до 2πr на модуль r от s минус r0. Теперь уже заменяю переменные. Теперь уже заменяю переменные. Вместо натурального параметра s я представляю себе, значит, у нас r на φ. Правильно? Значит, интеграл от 0 до 2π dφ r, σ0 косинус φ. Значит, и теперь считаем наше скалярное произведение. Правильно? Значит, r минус r0. Чему у нас равно? Это корень квадратный из координат. Правильно? Координата r по оси х. Это r косинус φ. Координата r0. Это минус r0. Косинус φ0. В квадрате. Плюс то же самое. r синус φ минус r0 синус φ0. Это координата... Ну куда ты? Синус φ0 в квадрате. Так. Значит, раскрываем скобки. Отсюда r квадрат косинус квадрат φ. Отсюда r квадрат синус квадрат φ. По основному тригонометрическому торжеству это просто r квадрат. То же самое с r0 в квадрате. Надо только перекрестные члены учлезть. Значит, 2r r0 всегда будет с минусом. А под скобками косинус φ косинус φ0 плюс синус φ синус φ0. Ну а вот это, как вы знаете, косинус разности. Вставляю это в интеграл. Значит, корень из r квадрат плюс r0 в квадрате минус 2r, r0. Косинус φ минус φ0. Значит, теперь сдвину аргумент на φ0. Эти функции все периодические по φ. Поэтому, если я здесь сдвину на φ0 оба аргумента, я могу снова их превратить в 0,2π. Если у вас есть периодическая функция, и вы поменяли интеграл. Так, сейчас только до периода, да? Вот у вас был полный период. Если вы добавите... Сейчас я меня неправильно висую. Нет, все правильно. Если вы добавите кусок здесь, но добавите кусок отсюда... А? Что? Два периода, да? Ну, неважно, да. Если вы добавите кусок слева, но добавите кусок справа, и наоборот, интеграл не поменяется. Поэтому я здесь сделаю сдвижку на φ0. Вот здесь сделаю косинус φ, а здесь сделаю косинус φ плюс φ0. Поэтому я извиняюсь, просто времени мало. Этот факт понятен? Хорошо. Умножить на... У вас, по-моему, в Матане есть такое задание. У меня было в свое время. Так, косинус φ плюс φ0. Корень из r квадрат плюс r0 в квадрате минус 2r, r0 косинус φ. Ну, вот такой интеграл не берется в элементарных функциях, но можно его взять приближенно, если потребовать, чтобы r0 был много больше r. Мы находились очень далеко от кольца и смотрели на него как на точку с некоторого расстояния. Ну, тогда вот это выражение можно разложить в ряд Тейлора. rr0 много меньше, чем r0 в квадрате. Давайте это сделаем. Значит, здесь r интеграл от 0 до 2π. Так, и давайте еще сделаем одно упрощение. Да, давайте, σ0. И последнее упрощение, которое до вот этой записи будет, это то, что косинус суммы это косинус φ косинус φ0 минус синус φ синус φ0. Ну, если с этим выражением косинус φ косинус φ0 все в порядке, то синус φ синус φ0 на самом деле я же могу пределы загнать опять же вот по этому свойству в минус π до π, а интеграл от нечетной функции, вот эта нечетная, вот эта четная, даст 0. Поэтому вот это 0 сразу. Правильно? Поэтому здесь я еще могу написать косинус φ0 интеграл от 0 до 2π косинус φ. Теперь выношу вот этого товарища r в квадрате плюс r0 в квадрате на 1 минус 2 rR0 на r в квадрате плюс r0 в квадрате косинус φ в степени минус 1 вторая. Так, нет, этим мне вам уже тяжело писать. И разлагаю его в ряд. Значит, σ0, r, косинус φ0, r в квадрате плюс r0 в квадрате в степени 1 вторая. Так, интеграл от 0 до 2π. Значит, смотрим. d φ. Первый член это косинус φ, он никуда не делся. Значит, раскладываем корешок. Значит, минус 2 rR0 на r0 в квадрате плюс r в квадрате косинус φ. Ну и разложение в ряд Тейлора еще добавляет умножение на минус 1 вторую. И здесь еще один косинус вот отсюда, поэтому косинус квадрат φ. А дальше члены малые, потому что, ну, они в следующей степени. Плюс у маленькая, там, от единицы, наверное, 0 в квадрате. Так, давайте что-нибудь сотрем. Да, бывает. У некоторых, у некоторых математических учебников даже иногда принято не писать этот дифференциал. Ну, обычно приговаривают, ну, если понятно, почему интегрируют, то типа дифференциал не пишите. Так, сейчас. Мы почти закончили на самом деле. Значит. Ну, интеграл от косинуса, конечно, 0. Интеграл от косинуса от 0 до 2π по полному периоду это 0. А интеграл от косинуса квадрата, помните, я заменял по формуле понижения степени на единицы плюс косинус 2π пополам. Это просто π. Поэтому собираем всю петрушку. Значит, σ0, r, косинус φ0 на корень из r в квадрате плюс r0 в квадрате. Значит, минусы ушли, двойка ушла. Значит, r, r0 на i, это интеграл от косинуса в квадрате, r0 в квадрате плюс r в квадрате. Ну, и поскольку r0 много больше, чем r, то вот в этом выражении я r в квадрате понебрегаю, вот здесь понебрегаю. Значит, это примерно. Так, 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 так. Значит, π r в квадрате σ0 делить на r0 в кубе косинус φ0. Зависимость 1 на r куб. Да? Правильно? Ничего не потерял. Так, нет, что-то неверное. Что-то неверное. А, нет, 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 я понял. Я r0 не сократил вот это. Все. Все. Вот это правильный ответ. Да. Вот. Ну и, собственно, вы видите, зависимость 1 на r квадрат и косинус φ0. На самом деле, если вы вот это объявите за дипольный момент, так называемый, если вы помните, что это из школьного курса, то тогда потенциал выражается в следующем виде. Это d на r0 делить на r0 в кубе. Это типичная формула потенциала диполя, которую вы будете часто видеть в общей физике. Первой степени 1 на r нет по одной простой причине, потому что у нас полный заряд кольца 0. С точки зрения больших расстояний здесь заряда нет. Но при этом эта конфигурация учитывает то, что здесь есть некоторый плюсик, есть некоторый минусик, и они порождают поле диполя на бесконечности. Кроме того, видно, что потенциал зависит от направления. Он не является сферически симметричным. Вот. Точнее, аксиальная симметрия у него вокруг поворота плоскости кольца есть. А вот таких поворотов симметрии нет. Так, ладно. По этой задаче все понятно? С малыми расстояниями, ну, беда. Не посчитайте. Какая-то спецфункция вылезет. Ну, и последняя задача это накриволинейный интеграл второго рода. Значит, вычислим сейчас, казалось бы, странный интеграл. Значит, представьте себе единичную окружность. 1, 1, x, y и найдем интеграл вдоль вот такого контура. Замечу, что криволинейные интегралы второго рода меняют знак, если вы идете в обратном направлении. Вот. Поэтому направление обхода тоже важно. Вот куда у меня шел r? Сюда, налево или направо? Вот. Я выбрал против часовой стрелки и считаем интеграл. x, dy по окружности c часто пририсовывают вот такой символ и направление обхода минус y, dx делить на x квадрат плюс y квадрат. Значит, здесь есть обычно хитрые люди, которые говорят... О, смотрите. А? Что-что? Значит, здесь написан интеграл. Значок... Давайте. Да, поставлена задача проинтегрировать вот такое выражение по такой окружности. Найти ответ. Значит, есть хитрые люди, которые говорят... Ну, смотрите, я очень умный. Я напишу, что вот это выражение это d, это арктангенс y делить на x. Да, заметим, что... Ну, на самом деле, путем пристального взгля... взглядывания это можно увидеть. Вот. И скажут, ну, ладно, воспользуемся формулой Ньютона-Лебница. Проинтегрируем. Вот отсюда до сюда. Ну, и по формуле Ньютона-Лебница сразу говорят 0, потому что в одну точку тоже пришли. Это было бы почти верно. Это вот прям очень близко, но это не так. По одной простой причине. В многомерии, ну, например, вот на плоскости, чтобы вот так применять формулу Ньютона-Лебница, вам необходима дифференцируемость под всей своей кривой. Ваша кривая является границей некоторого, ну, допустим, в данном случае выпуклого множества. И вот формула Ньютона-Лебница сработала, если бы она была дифференцируема везде. Она дифференцируема не везде. Где она не дифференцируема по-вашему? Нет, не по бокам. Ну, конечно, да. Там функция не определена. Вы можете стремиться к нулю с разной скоростью по этим пределам и получать разный арктангенс. Да, да, да. А какой правильный способ? Вот как я говорил, надо ввести параметризацию. Тогда ответ сразу тривиален на самом деле, потому что, ну, какая параметризация в данном случае вам приходит в голову? Ну, углом, конечно. Значит, ай, значит, значит, r от φ косинус φ синус φ. Поехали. Значит, x d минус y dx равняется делить на x квадрат плюс y квадрат. Ну, x квадрат плюс y квадрат по единичной окружности это один. Странно было это вообще писать вначале, да? Значит, косинус φ значит, dy это d от синус φ. d от синус φ это косинус φ значит, косинус квадрат φ d φ минус y dx dx это минус синус φ на минус плюс синус квадрат φ d φ получили d φ ну, и получили, что наш интеграл и равен интегралу от нуля до двух π d φ это 2π вот вроде, казалось бы, тупой ответ на тупую задачу какую-то абстрактную придуманную, но нет, на самом деле вот эта задача это основа вычисления всех интегралов t в кп вычетами по одной простой причине если вы рассмотрите вектор z равный косинус φ плюс i синус φ написанное вот здесь выражение если мне так, значит это должно быть что-то dz делить на z мнимая часть а собственно говоря есть фундаментальная теорема Каши которая говорит что если у вас внутри некоторого контура есть особенности вида 1 на z то интеграл по такому контуру определяется только интегралами по малым окружностям вокруг вот этих центров где поведение вида 1 на z и там ответ сразу известен 2π вот это позволяет моментально считать просто кучу интегралов в том числе тех, которые вы уже видели например во время третьего занятия так это наверное все, что я хотел сказать если у вас есть вопросы задавайте вот с этим вычислением все понятно оно вроде простое идея простая если у вас есть криволинейный интеграл первого или второго рода чтобы его вычислить надо ввести параметризацию кривой удачная параметризация ну зависит от вашей удачи и чуйки вот в данном случае чуйка очень хорошо работает ну раз нет вопросов то наверное все спасибо за просмотр! спасибо! Продолжение следует...